всем доброй субботы дорогие мои хорошего вам настроения и сегодняшний утренний ролик я хотел бы еще раз поблагодарить утренний ролик и как по традиции нашего канала поблагодарить вас за комментарий за подписки за лайки они меня стимулирует чтобы дальше тоже работать стараться как бы стимул это из латынского слова бич бичевка для подгона буков когда-то так так что стимул это для человека то же самое что и подгонять его чудо дело поэтому подписывайтесь ставьте лайки комментарии пишите ну конечно разного рода мне ролик отправляет мои подписчики спасибо вам большое активный подписчик который меня знают по не только по каналу но и общаемся надо по телефону по мессенджеру или доступными другими как бы скажем средствами связи да будем говорить так и что хочу сказать вот ролик отправляет тоже наших же соотечественников блогеров блогеров основном и мне спрашивает меня почему они блогеры ты живут турции и у них в описании канала местонахождение пишут соединенные штаты америки дорогие мои мы люди обыкновенные люди все как бы скажем кто-то из нас законопослушный кто-то из нас вообще законов никаких не признают но вот например у меня посмотреть в описании канала написано турции я как бы то не было я освещаю канал показываю то что я сам нахожусь тоже турции мне не нечего там писать соединенные штаты гватемалу какую-то да или великобританию или другие страны почему потому что это один из способов попыток избежать налогов 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 понимаете налогов как бы они даже у некоторых под миллион подписчиков не то что у меня 13-14 тысяч под миллион подписчиков которые имеют месяц извините меня помал сам это мама по маленькому 3-4 тысячи долларов а раньше миль до 10 тысяч долларов когда реклама была включена россии все равно они не хотели платить на налогов ни копейки ни копейки вот ну что бы то ни было мы где бы ни жили мы должны платить налоги вот в америке вот германии вот где вот так вот ввести в заблуждение налоговые органы один из методов вот указать другую страну понимаете другую страну а потом ищи мало америку но турецкие как говорится налогооблажатели да налоговики тоже извините ушами не хлопают они тоже прекрасно знает что вещание ведется с территории турции что эти люди турции живут и все равно конец один они все равно будут платить налоги с большими штрафами большими штрафами но до недавно времени им это сходило с рук и сейчас ходят пока что показывая другие страны соединенные штаты зачем соединенные штаты потому что чтобы сказать что мы же не здесь мы сойдем вот вся надежда на то что налоговики большинство налоговиков они не знают как говорится русского языка они русскоязычные каналы не не заходят но банковской карточки не турецкие поэтому ищи поле ветра ветра поле да это я же еще раз говорю это опять же избежать налогов вот как бы они много не зарабатывать как бы они много заработать они хотят даже вроде бы не такая же большая сумма платы налоги и спи спокойно они не хотят этого не хотят лучше они эти деньги чем налоги будут платить будет летать другие страны отдыхать все такое я вот себе не могу позволить например вот так вот потому что тем более с ютуба я же сказал вам не хватает например оплаты только за интернет и все вот еще мне смешно становится что они там говорят что своих роликах что это хобби я бы очень хотел бы такой хобби который бы приносил бы мне бы доход месяц несколько тысяч долларов я бы очень хотел бы такой хобби я думаю что вы бы тоже не отказались от такого хобби вот хобби это вот например вот так вот вязать вот так вот да вот вязать вот это хобби вот она пожалуйста. Или как мой канал, например, только которых хватает на то, чтобы оплатить интернет. Иногда даже не хватает. Но тем не менее я веду этот канал, потому что мои подписчики ждут моих роликов. Если даже их небольшое количество, все равно ждут. Я должен оправдать их доверие. Ну, а теперь мне спрашивают вот, я скорее спрашивал как бы у людей, сколько там, что у вас стоит вот например, турецкие товары, да, турецкие товары, турецкие какие-то вот скажем так, вот отсюда что везли из Турции? Кроме отдыха, да, кроме отдыха отсюда везли так, отельный отдых одно, а вот это продавали товары, вот обувщики, текстиль, все такое, да, оливковое масло, да, отсюда везли, оливковое мыло, сами оливки, да, вот, сейчас уже люди перестали и это покупать, почему забирать, зачем загружаться, вот я сейчас просто для интереса посмотрел, вот, 5 литров оливкового масла, оливье, да, вот здесь, здесь вот это 5 литров оливковое масло стоит здесь, даже в сетевых магазинах стоит полторы тысячи лир, 5 литров, вот представьте, да, вот, если, конечно, удачно будет, это можно найти, конечно, за 1300 лир, если это вам повезло, 5 литровый, да, я посмотрел казахстанские, вот, сайты продаж, вот это масло, в самом Алматы, вот, 5 литров оливкового масла, 10 тысяч с копейками тенге, перевел их на лиры, какого было мое удивление, оказалось, это 700 с лишним лир, 700 с лишним лир, то есть, два раза дешевле, чем здесь оливковое масло в Казахстане, в которой железные упаковки, все как положено, так, какой смысл это масло ввести отсюда туда, когда такое же производство, турецкого производства, это же масло продается, допустим, в Казахстане, то же самое оливки, поэтому шопинговат уже здесь нет смысла, вот смысла нет шопинговат, раньше первые, как бы, скажем так, наши черночники приезжали сюда, зачем, они приезжали сюда, чтобы, кот, блин, опять прыгает, опять приезжали сюда, или там, или там бегает, чтобы шопинговаться, кожаные куртки, кожаные плащи, короче, да, чтобы покупать, сейчас это все дешевле в Казахстане и, как говорится, в России, в Украине, и что самое главное, я что хочу сказать, за границу поставляется самое лучшее, здесь хорошего качества найти самой Турции, одежду, например, да, найти можно, но очень дорого, то, что здесь очень дорого, например, можно купить в Москве садоводи, да, мне знакомые, за них мне сказали, говорят, у нас садоводи вот по такой цене, года два-три назад это работало, что здесь было дешевле и качество было хорошее, вот, поэтому сейчас вот эти цены не только на недвижимость, да, но и на все такое товары отбивают охоту у туристов шопинговаться, а шопинг это в туризме занимает первое место, первое место занимает шопинг, в туризме, если шопинга нету, туризме, это уже считайте не туризм почти, это полу-туризм, вот, мне, вчера я с мирой разговаривал, вот, моей подписчи из Казахстана, она правильно говорит, она, если, говорят, хотят, сейчас, убрать, в отелях все включено, тогда, говорят, никто туда и не поедет, да, здесь брали только тем, что все включено, спиртное лилось рекой, я не знаю, какого качества, но я-то не особо любитель, вот, в Мановгавте я много раз в отеле отдыхал, до переезда сюда, вот, и что хочу сказать, что пиво там было, извините, но пили наши, глушили, 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 пиво, понимаете, потому что лилось рекой, это пиво, я чуть-чуть попробовал, не-не-не, это не то, вот, и что я еще хочу сказать, для самих же турков тоже все дорого стало, поэтому наши хитромудрые, короче, особенно блогеры, которые, да, имеют двойное гражданство, и российское, и турецкое, да, они выезжают в Россию, там покупают турецкий тур, турецкий тур, как будто они россиян, но они есть россиян, но у них и турецкое гражданство, они покупают два-три раза дешевле, туристик, вот в отель, да, где все включено, и вот этим путевкам прилетают, одновременно своих навещают, и там, короче, покупают тур, и вылетают еще в отеле отдыхать, почему, потому что если они как граждане здесь будут отдыхать, в этом отеле, дороже обойдется, дороже обойдется, для граждан дороже обойдется, поэтому они хитромудрые, видите, как вылетают в Россию, например, к своим родственникам, так и так надо, то деньги надо снимать, то какие-то и другие проблемы, вот, и они там же и тур покупают, туда покупают без обратного билета, без обратного билета, там покупают тур, и прилетают спокойно в отеле, отдыхают как туристы, два-три раза дешевле, чем обычному гражданину, вот представьте себе, да, и все, а когда заканчивается срок отдыха, спокойно они отъезжают и идут к себе домой, вот и все, понимаете, вот, потом, я про алименты, я вам выставил, да, вот, какие алименты здесь получают женщины на своих детей, вот, посмотрите, у нас, например, алимент, например, на одного ребенка 25% от зарплаты, да, вот, за двоих 33, да, по-моему, вот, посмотрите, какие копеечные алименты получают здесь турецкие женщины на своих детей, тысячи с копейками, тысячи с копейками, то есть, где-то порядка 2,5-3 тысячи рублей, рубля, а что это такое, это что за деньги, вот такие копеечные алименты, здесь, я же говорю, нет такого, например, как наши блогеры в свое время показывали, ой, блин, супер, здесь люди сами выживают, сами турки здесь выживают, большинство в своем выживает, понимаете, вот, вот, я вчера еще с одной нашей соотечественницей разговаривал, у нас в Башкирии, вот, но она уже живет до 2015 года в Анталии, вот, ну, она гражданство получила, по замужеству, ребенок есть, вот, и, как говорится, она, у нее, от первого брака еще сын, уже, когда приехала, тогда он уже был, ему 15 лет, сейчас ему 21 год, вот, он литей закончил, он пошел работать в отель, да, ну, зарплата у него в отеле, так как он не гражданин, он не успел получить, когда мама получала, вот, ну, были свои проблемы, вот, и, говорит, 20 тысяч получает в отеле, 20 тысяч, потому, что он иностранец, хорошо, что еще оформил рабочую визу, за 20 тысяч работает в отеле, поэтому многие, как говорят, вот, такие большие зарплаты, да, большие зарплаты есть здесь, если гражданин, еще владеешь несколькими языками, тогда в отеле можно хорошо работать, даже до полутора тысяч долларов, если гражданин, если еще знаешь русский язык, английский, турецкий, тогда да, а если ты не гражданин, нет, вот, 20 тысяч, получает, вот представьте, так считайте, как средняя зарплата в отеле, вот, поэтому и работают тоже здесь, извините, вот он бы работал бы, я консультировал вчера ее по поводу оформления грин-карты, да, вот, в большинстве души все хотят отсюда уехать, в Америку, Европу, вот, но я стараюсь, мне много было звонков, спрашивали, как оформлять, но вы тоже в комментариях спрашивали, все душой хотят все равно, как бы ненавидели нехороший Запад, все хотят все равно на Запад, двуличие, понимаете, во всем обвиняем Америку, а мы хотим сами туда, как у меня знакомый татарин был с Казани, с четырьмя детьми, которые пять раз ходили в мечеть, такой богобоязненный, там настоящий, короче говоря, как бы скажем, чуть ли не богослов, да, вот, суфийский наш, да, вот, раз, и фотографию выставляют, уже уехал в Соединенные Штаты Америки, и там уже позирует под статуей свободы, все, мы говорим одно, а делаем другое, поэтому двуличие у нас, понимаете, двуличие, двуличие, все хотят отсюда рвануть, но как это сделать хорошо, Америка тоже визы не дает, хотя туристическую визу взять не так уж трудно, не так уж и трудно туристическую визу взять, но опять приехать туда под туристическую визу и жить нелегально, это я врагу не желаю, врагу не желаю, вот Марсия Дюшева вы написали, да, что как это так можно 5-7 лет вот так вот ходить для получения гражданства другой страны, вот на родине можно было бы заработать на престижный автомобиль за это время, я вот когда прочитал ваши комментарии, мне смешно стало, мне смешно стало, вот ваши последние слова, что за это время на родину можно было бы заработать на престижный автомобиль деньги, да, не все автомобилем меряется, не все меряется колбасой, понимаете, не все меряется морюшком, понимаете, есть разные причины переезда людей за границу, разные причины, разные причины, да, я бы не переехал, например, может быть, как вы написали престижный, у меня может быть 5 престижных автомобилей было бы, но что от этого толку, мне вот мотиз есть, но колеса крутятся, крутятся нормально, вот, я вам показывал его состояние, вот, как будто она еще только полгода машине, колеса крутятся, крутятся, зато я жив-здоров, зато мои нервы целые, за то, что я не трясусь каждый день какой-нибудь, что это будет сегодня, какой-нибудь ЧП, или не будет, блин, ожидание какого-то, блин, страшного постоянно, здесь я живу спокойно, я знаю, что, если мне позвонит дверь, не в дверь, а в домофон, да, или паштальон принесет что-нибудь, или только по-дружеским каким-то, понимаете, ожидание чего-то, постоянно ожидание какого-то стресса, да ну его нафиг, это многого стоит, это не, это вот этот престижный автомобиль, можно пять престижных автомобилей иметь, да, и больших богатств, вот, и постоянно спать с пистолетом, блин, под подушкой, да ну его нафиг, и на улице ходить, бояться, что, блин, где-нибудь под прицелом ты или нет, вот, лучше спокойная жизнь, намного дороже, чем престижный автомобиль, чем все остальное, вот, так что, я не жалею, что я переехал, я не жалею, абсолютно не жалею, вот, живу, вам показываю свою жизнь, вот, думаю, что все будет нормально, а то, что, 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 здесь, все вот так вот подорожало, для своих даже, да, и что, например, в Казахстане намного дешевле турецкие вещи, чем здесь, для большинства вещей, это, конечно, да, даже оливковое масло, я же говорю, далеко уходить надо, для меня просто интересно стало, просто мне интересно стало, 10 тысяч тенге, 5 литров железной банки, 700 копейками, там, лира, здесь такая же, полторы тысячи, я вам как-нибудь сниму, полторы тысячи, вот, представьте себе, два раза дороже, везти его туда, раньше приезжали, потому что здесь все дешево было, и оливковое масло, и сами оливки, сейчас они сделали так, что туристам невыгодно покупать это, везти, турист, почему покупает, что-то такое, потому что такая же вещь везде есть сейчас, это все везде есть, это уже, уже турецкие вещи, например, и в Африке есть, в цене главное, в цене, в главной цене, турист хочет полезность приятным тоже, одновременно раз, короче, приехал отдохнул, и смотрит, где же по дешевке, например, мыло взять, оливковое масло взять, какие-то еще турецкие сувениры, которые дешевле, чем у них там, два-три раза, а если она дороже, чем там, зачем ему там взять, если там можно купить, это же вещь, и там же подарить, сказать, я с Турции приехал, вот такие дела, ладно, всех вам благ, хорошей вам субботы, пока.